Привет друзья, сегодня у нас очередная история из сети. Совсем недавно мечта моей семьи сбылась. Мы долгое время мечтали о большой квартире и вот наконец купили. Хозяева еще и большую скидку нам сделали. Правда причину скидки я понял позже, но сейчас я был счастлив. Квартирка наша находилась на шестом этаже, а под нами сразу на пятом жили двое глуховатых супругов, которые постоянно терроризировали весь подъезд. Они были любителями смотреть новости до глубокой ночи на полную громкость. А еще я никогда не встречал настолько вредных людей. Каждый раз встречая мою супругу во дворе гулявшей с маленькой дочкой, они обязательно должны были посоветовать ей заставить мужа, меня, бросить курить, дочку одевать теплее, снять высокий каблук. Они советовали, хотя их никто и не спрашивал. Когда жена просила их отстать и не включать так громко телевизор, они просто игнорировали. Полиция тоже разводила руками, ведь мы не единственные, кто жаловался на злосчастную семейку. В общем, мы никак не могли ничего придумать. Но моя жена достаточно злопамятная женщина. В один из дней она попросила меня сделать кормушку для голубей. И совсем не такую, как обычно, а с дощечкой снизу и сверху без боковин. И повесили мы ее строго посередине огромного балкона снаружи. Я не спросил, ведь это было бестолку. Просто сделал все так, как она сказала. А так через некоторое время у нас завелись птички. Голуби, синицы, воробьи. Наши соседи были злостными, но чистоплотными. Каждый день бабушка стирала и вывешивала на открытый балкон наволочки, вещи разные, сушила. Именно тогда помет наших птичек начал долетать до белья женщины. И та все никак не могла понять, откуда же оно. Месть была осуществлена, и жена ходила довольная. Когда все стало ясно, бабка отправила своего деда к нам. Разговор был коротким. Или же мою супругу не достают уроками жизни, и телевизор у нас делается тише по вечерам, я пообещал купить обоим слуховые аппараты. Или же все просто, сушат белье они в квартире. Конечно, изначально никто не хотел соглашаться. Но уже через две недели кормушка была перевешана, слуховые аппараты куплены. А по вечерам мы наслаждались друг другом, а не новостями из-под пола. А на прогулке с дочерью моя жена не слышала больше упреков и поучений. Вот так вот. А вы думаете, что от голубей никакой вообще пользы? Есть же! На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.